О том, какой вред наносят детскому организму курение и употребление наркотиков, расскажет врач Анастасия Савина, заведующая консультативно-поликлиническим отделением детской городской больницы. Тема действительно очень злободневная, потому как по нашим данным больницы, когда мы 10 лет тому назад пошли в школу активно работать именно по просветительской работе, мы провели анкетирование и выяснили, что уже в 12 лет 17% школьников уже пробовали курить. Это практически каждый пятый получается. И к 17 годам в 11 классе уже 47% систематически курили. 47% это практически каждый второй. Да, был очень большой процент. Мы работники детской городской больницы тогда очень активно вышли, стали работать с родителями, с педагогами и с самими детьми. Рассказывали вообще о вреде курения, какие последствия для организма это может быть. Говорили с родителями, как все-таки делать так, чтобы этого не случилось. И на самом деле программу на потребление психоактивных веществ, а табак, алкоголь и никотин, они являются психоактивными веществами, они разрушают мозг, вызывают и психическую, и физическую зависимость, поэтому они так называются. Эта программа, к сожалению, оказывается, даёт ребёнку с самого рождения. И даётся чаще всего нами, родителями. Наиболее опасной зависимостью является наркотическое. Очень важно вовремя определить признаки употребления подростком наркотиков. В первую очередь меняется поведение. Меняется поведение. Это очень грозный признак. Учился хорошо, стал плохо учиться. Без проблем просыпался утром к школе, и вдруг кое-как просыпается, не высыпается абсолютно к школе. Питался умеренно, и вдруг потеря аппетита. Или наоборот, нападает такой жор, что удивляемся, откуда это пришло. Вот это признаки начала потребления наркотических препаратов. И что нужно делать? Обязательно бить тревогу. Обязательно надо обратиться к специалистам. К наркологу? Да, здесь надо обязательно к наркологам. Начинать надо, если это идёт психолого-педагогическое просвещение самого пострадавшего ребёнка, то надо родителям тоже присоединиться к этому. Потому что на пустом месте ничего не возникает. Возможно, была заложена программа в семье. Возможно, подходы не были правильные у родителей. Поэтому родители должны вместе со своим ребёнком пройти через все этапы лечения, реабилитации, здоровления своего ребёнка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова